Слово двенадцатое. Благословен Бог! При каждом собрании я вижу, что Нива увеличивается, жатва густеет, гумно наполняется, снопы умножаются. Немного дней прошло с тех пор, как я бросил семя, и вот уже вырос у нас богатый колос послушания. Отсюда видно, что не человеческая сила, а божественная благодать возделывает эту церковь. Таково свойство духовного посева. Он не ждет времени, не требует многих дней, не зависит от семени, от смены ни месяцев, ни времен года, ни погоды, ни годов. Но в тот же самый день, когда посеяны духовные семена, можно целую и полную горстью снимать жатву. Возделывающим чувственную землю нужно много работать и долго ждать. Они должны запрягать в ерму рабочих валов, проводить глубокую борозду, обильно бросать семена, выравнивать поверхность земли, прикрывать землей все посеянное, ожидать умеренных дождей, прилагать много других трудов и ждать долгое время, и тогда уже достигать конца. А здесь можно и сеять, и жать, как летом, так и зимою, и часто в один и тот же день совершается и то, и другое, особенно, когда у вас делается душа тучная и плодородная, как это можно видеть и на вас. Потому я так охотно и стремлюсь к вам, подобно тому, как земледелец охотнее обрабатывает ту ниву, плодами которой он часто наполнял гумно. Так как и вы за мой малый труд доставляете мне великое приобретение, то я с большим усердием, с большим, приступаю к своему земледелию и обращаюсь к вам с остатками того, о чем говорено было прежде. Тогда я вел речь о славе Единородного Сына Божия на основании Ветхого Завета. То же самое и на том же основании буду делать и теперь. Тогда я говорил, что Христос сказал, если бы веровали Моисея, то веровали бы и мне. А теперь говорю, что Моисей сказал, «Пророка возникнет Господь Бог от братьев ваших вам, как меня, его слушайте». Как Христос отсылает к Моисею, чтобы через него привлечь к себе. Так Моисей предает учеников учителю, повелевая повиноваться ему во всем. Будем же вынимать, как всему прочему, что говорит и делает Христос, так и тому, что прочитано нам сегодня о его знамении. Какое же знамение? Был, говорит, праздник иудейский. И вышел Иисус в Иерусалим. В Иерусалиме же была общая купель, называем по-еврейски Весезда, которая имела пять крытых ходов. В нее, как повествует Евангелие, в известное время сходил ангел, что узнавалось по движению воды. И первый, кто входил в купель по возмущению воды, выздоравливал, какой бы ни страдал болезнью. В этих притворах лежало множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидавших движения воды. Почему Христос часто посещал Иерусалим и в праздники обращался с иудеями? Потому что тогда сходилось множество народа, и Он избирал это место и это время, чтобы помогать немощным. Ибо не столько желали больные избавиться от болезней, сколько этот врач прилагал усердие к исцелению их от немощи. Когда собрание было полное и зрелище совершенно готово, тогда Он и выходил открыто перед всеми и оказывал попечение о спасении души их. Итак, лежало множество больных, ожидавших движения воды. И первый, входивший по возмущению воды, исцелялся, а второй уже нет. Врачебная сила прекращалась, целительность благодати истощалась, и вода уже оставалась без действия. Как будто недуг первого сошедшего совершенно обессиливал ее. И весьма правильно, так как та благодать была рабская. Когда же пришел Господь, то стало не так. Не только первый, входящий в водную купель крещения, стал получать исцеление, но и первый, второй, третий, четвертый, десятый и двадцатый. Хотя бы ты назвал их тысячи, хотя бы вдвое или втрое более, даже беспредельное множество. Хотя бы ты погрузил в водную купель всю Вселенную, благодать нисколько не уменьшается, но остается той же, очищая всех их. Таково различие между силой раба, ангела и властью Господа. Тот исцелял. Тот исцелял одного, а этот всю Вселенную. Тот одного в год, а этот каждодневно. Если бы вошли в купель тысячи, всех делает здоровыми. Тот исцелял через схождение и возмущение воды, а этот не так. Но довольно произнесть над водой одно его имя, чтобы сообщить ей всю целительную силу. Тот вращевал повреждения телесные, а этот исцеляет недуги душевные. Видишь ли, как во всем открывается великое и беспредельное различие между ними. Итак, лежало множество больных, ожидавших движения воды, потому что место это было духовной лечебницей. 595. Как в лечебнице можно видеть множество людей и с выколотым глазом, и с поврежденной ногою, и с болезнью в другом впечатлении, сидящих вместе, ожидающих врача. Так и в этом месте можно было видеть множество собравшихся. В тех притворах был некоторый человек, 38 лет, страдавший недугом. Его увидев и Иисус лежащего, и разумев, что много уже лет он имеет недуг, все и говорит ему, хочешь ли быть здоров. Отвечает ему больной, так, Господи, но не имею, ибо после возмущения воды другой прежде меня сходит в купель, прежде чем я прихожу, и нет того, кто бы опустил меня. Для чего Иисус, миновав всех прочих, подошел к нему? Для того, чтобы показать и силу свою, и человеколюбие. Силу, потому что болезнь сделалась уже неизлечимую, и расслабление больного было безнадежно. Человеколюбие, потому что промыслитель и человеколюбец, преимущественно перед другими воззрел на того, кто особенно достоин был милости и благодеяния. Не будем относиться легкомысленно и к этому месту, и к числу 38 лет, в продолжении которых больной находился в расслаблении. Пусть услышат все, которые борются с постоянной бедностью, или проводят жизнь в болезни, или находятся в стеснительных житейских обстоятельствах, или подверглись буре и вихре нечаянных бедствий. Этот расслабленный предлежит, как общая пристань человеческих несчастьй. Никто не может быть так малодушен, так жалок и несчастлив, чтобы, взирая на него, не стал переносить все случающееся, мужественно и со всей бодростью. Если бы он страдал 20 лет, или 10, или только 5, то и их недостаточно ли было бы для сокрушения крепости его души? А он остается в таком положении 38 лет и не падает духом, но показывает великое терпение. Может быть, оно вам кажется удивительным по такой продолжительности времени, но когда выслушаете его собственные слова, тогда особенно увидите все его любомудрие и терпение. Иисус подошел и говорит, хочешь ли быть здоровым? Кто не знал того, что расслабленный хотел быть здоровым? Почему же он спрашивает? Конечно, не по неведению. Для того, кто знает тайные помышления человеческие, тем более известно было явное и очевидное для всех. Для чего же он спрашивал? Как сотнику он сказал, я, придя, исцелю его. Не потому, что не знал наперед его ответа, а потому, что предвидий, весьма точно зная ответ, желал доставить этому сотнику повод и случай открыть всем скрывавшиеся в тени благочестия его и сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Так и этот расслабленный, о котором знал, что будет он отвечать, Господь и спрашивает его, хочет ли он исцелиться. Не потому, что сам не знал этого, но чтобы доставить расслабленному повод и случай высказать свое несчастье и сделать учителем терпения. Если бы он исцелил этого человека молча, то мы понесли бы важную потерю, не узнав твердости души его. А Христос не только устрояет настоящее, но удостаивает великого попечения и будущее. Он открыл в больном учителе терпение и мужество для всех живущих во вселенной, поставив его в необходимость отвечать на вопрос, хочешь ли быть здоровым. Что же тот не огорчился, не вознегодовал, не сказал вопрошавшему, ты видишь меня расслабленным, знаешь давность моей болезни? И спрашиваешь, хочу ли я быть здоровым? Не пришел ли ты посмеяться над моими несчастьями, пошутить над чужими бедствиями? Вы знаете, как малодушно бывают больные, если они лежат в постели даже один год. А кого болезнь продолжалась тридцать восемь лет, тому неестественно ли было потерять всякое любомудрее, истощавшееся в течение столь долгого времени? Однако расслабленный ничего такого не сказал и не подумал, но дал ответ с великой скромностью и сказал «Так, Господи, но нет человека, который, когда возмутится вода, вернул бы меня в купель. Смотри, сколько бед соединились вместе и досаждали этому человеку и болезнь, и бедность, и отсутствие помощников. Когда я прихожу, говорит, то прежде другой слазит. Это прискорбнее всего и могло бы тронуть самый камень. Мне кажется, я вижу, как этот человек каждый год ползет и до полши до входа в купель каждый год останавливается при самом конце доброй надежды. Это тем тяжелее, что он испытывал это не два года, не три, не десять, а тридцать восемь лет. Он употреблял все усилия, но не получал плода. Подвиг совершался, а награда за подвиг доставалась другому в продолжении столь многих лет. И что еще тяжелее, он видел, как другие исцелялись. Вы, конечно, знаете, что мы сильнее чувствуем собственные бедствия, когда видим, что другие, впадшие в такие же бедствия, освободились от них. Бедный тогда особенно чувствует свою бедность, когда видит другого богатым, и больной больше страдает, когда видит, что многие из больных избавились от своего недуга, а он не имеет никакой доброй надежды. Среди благополучия других мы яснее видим собственные несчастья. То же самое было тогда с расслабленным. Однако он столько времени боровшись и с болезнью, и с бедностью, и с одиночеством, видя, что другие исцелялись, а сам он, хотя всегда старался, но никогда не мог этого достигнуть, и не надеясь впоследствии освободиться от своего мучения, при всем том не отступал, но притекал каждый год. А мы, если однажды попросим о чем-нибудь Бога и не получим просимого, то сейчас начинаем печалить и впадаем в крайнюю беспечность, так что перестаем молиться и теряем усердие. Можно ли по достоинству как восхвалить расслабленного, так и осудить наше неродение? Какого оправдания и прощения можем удостоиться мы, если он терпел 38 лет, а мы так скоро отчаиваемся? 597. Что же Христос, показав, что расслабленный достойный исцеления и что он по справедливости предпочтительно перед другими подошел к нему, Христос говорит ему восстань, возьми одр твой и ходи. Видишь ли, что 38 лет нисколько не повредили расслабленному, так как он терпеливо переносил случившееся с ним? В это время душа его как бы в горниле очищаемой несчастьем долгое время сделалась более любомудрою, и он принял исцеление с большей славой. Его исцелил не ангел, но сам владыка ангелов. Для чего же он повелел ему взять одр свой? Первой и главной причиной было то, что Христос хотел освободить иудеев от соблюдения закона о субботе, потому что когда явилось солнце, то не следовало бы уже держаться светильника, когда открылась истина, то не должна была заботиться об образе ее. Поэтому если Христос иногда нарушал субботу, то совершал в этот день величайшее знамение, чтобы, поражая зрителей, величием чуда мало-помалу ослабить и уничтожить соблюдение бездействия. Во-вторых, Христос дал это повеление для того, чтобы заградить бесстыдные уста иудеев. Так как они злонамеренно извращали смысл чудес христовых и старались вредить славе совершаемых им дел, то он повелел открыто нести одр, как бы какой-то трофей и несомненное доказательство здоровья, чтобы о расслабленном они не сказали того же, что говорили о слепом. А что они говорили о слепом? Одни говорили, что это он, другие, что не он, третий, что это он сам. Итак, чтобы о расслабленном они не сказали того же, обличителем их бесстыдства становится не самый высоко одр. Можно привести и третью причину, не меньшей указанных. Чтобы ты знал, что исцеление совершено было не человеческим искусством, а божественной силою, Христос повелел исцеленному нести одр, представляя величайшее и ясное доказательство истинного и совершенного здоровья. Так что никто из тех хульников не мог сказать, что расслабленный притворно и в угождение Христу пошел слабой походкой. Посему Христос и повелевает ему нести тяжесть на своих плечах. Если бы члены его не были хорошо укреплены и составы не были исправлены, то он не мог бы нести такой тяжести на плечах своих. Кроме того, он этим показывал всем, что когда повелевает Христос, то все совершается вдруг. И прекращение болезни, и возвращение здоровья врачи, хотя и излечивают болезни, но не могут вдруг возвратить больному здоровье, а требуют еще продолжительного времени для восстановления сил больного, так что остатки болезни мало-помалу изглаживаются, истребляются из тела. А Христос не так. Но в одно мгновение Он и избавил от болезни и возвратил здоровье. Между тем и другим не было никакого промежутка времени, но как скоро священные слова слетели со святого языка его, тотчас и болезнь оставила тело, слово стало делом, и весь недух вполне исцелился. Вот какая-нибудь беспокойная служанка, увидев своего господина, тотчас успокаивается и опять принимает надлежащую благопристойность. Так и телесная природа, возмутившаяся тогда, подобно служанке, и произведшее расслабление, увидев пришедшего владыку своего, возвратилась к прежнему благообразию и к надлежащему порядку. Все это сделано было одним извечением, потому что это были не простые слова, а глаголы Божии, о которых сказано «крепки дела словес его» Яиль 2.11. Если он сотворил человека несуществовавшего, то тем более мог исправить расстроенного и расслабленного. Я спросил бы из следующих существо Божие, как совокупились члены расслабленного, как связались кости, как укрепилась расстроенная деятельность чрева, как снова напряглись ослабевшие нервы, восстановились и укрепились упавшие силы, но они не могли бы ответить на это. Поэтому и ты только удивляйся событию, а не исследуй способа его совершения. Когда таким образом расслабленно исполнил повеление и взял одр, тогда иудеи увидев его сказали «суббота сегодня, и не должно тебе брать постель твою субботу». Следовало поклониться совершившему чудо, следовало подивиться совершившемуся, а они говорят о субботе, поистине отгоняя комара и поглощая верблюда. Что же расслабленным? Тот, кто сотворил меня здоровым, говорит он, тот сказал мне «возьми постель твою и...» «рассуждение» «рассуждение» высказал и слепой, такой и этот. «А как рассуждал слепой?» «Иудеи говорили» «рассуждение» «Что же он на это? «Знаем», говорит, «что грешников Бог не слушает, но он отверст мне очи. Смысл слов его следующий. Если бы он приступил закон, то согрешил бы. А если бы согрешил, то не имел бы такой силы. Потому что где грех, там не оказывается сила. А он явил силу, следовательно, он, приступив закон, не согрешил. Что же, иудеи, кто же сей человек исполнен надменности? Глаза ненавистников ни на что не смотрят здраво, а только на то, в чем бы найти повод к осуждению. Так и иудеи, когда исцеленный объявил им о том и другом, то есть что Господь исцелил его и повелел взять одр. О первом не упомянули, а о последнем сказали. Чудо скрыли, а нарушение субботы выставили на вид. Они не сказали, где тот, кто сделал тебя здоровым. Но умолчав об этом сказали, где человек, сказавший тебе, возьми постель твою и иди. Исцеленный же не знал. Иисус ушел с того места. Вот величайшее оправдание этого человека. Вот доказательство попечения Христова. Когда ты услышишь, что расслабленный не так принял пришедшего Господа, как сотник, и не сказал, только скажи словом, и исцелеет отрок мой. То не обвиняй его в неверии, потому что он не знал Иисуса. Ему неизвестно было, кто он, и как он мог знать того, кого прежде не видывал. Поэтому он и сказал, не имея человека, который вер бы меня в купель. Если бы он знал Господа, то не упомянул бы о купеле и о схождении в нее. Но просил бы исцелить его так, как и был исцелен. Но он принял Христа за одного из многих, за простого человека, и потому упомянул об обычном врачевании. Доказательство же попечения Христова состоит в том, что он удалился от исцеленного и не открыл себя ему. Иудеи не могли уже подозревать, будто это был свидетель подложный, и будто он говорил так в присутствии, по внушению Христа. Неведение его и отсутствие Христа устраняли такое подозрение, как об этом говорит евангелист. Не знал, кто он. 600. Для того он отсылает исцеленного одиноким и предоставляет его самому себе, чтобы иудеи, если бы захотели, расспросили его наедине, исследовали события и, достаточно разузнав дело, прекратили свое безумие. Сам он ничего не говорит, а представляет им доказательства посредством дел, которые всегда взывают яснее и звучнее всякой трубы. Таким образом, никаких подозрений не возбуждало свидетельство. Тот, кто исцелил меня, тот и сказал мне, возьми постель твою и иди. Расслабленный делается благовестником, учителем неверных, врачом и проповедником к их стыду и осуждению, проповедником непосредством голоса, но посредством дел, непосредством слов, но посредством самых событий. Он представлял ясное и непровержимое доказательство и показывал на собственном теле то, что говорил. Потом находит его Иисус и говорит ему, вот ты здоров, смотри, более не согрешай, чтобы не сделать с тобой чего хуже. Видишь ли мудрость врача? Видишь ли его попечение? Он не только избавил от настоящей болезни, но предостерегает и от будущей, и весьма благовременно. Когда тот был на одре, Христос не говорил ему ничего такого, не напоминал ему о грехах, так как душа недужных бывает раздражительной и болезненной. А когда он изгнал болезнь, когда возвратил здоровье, когда на деле доказал свое могущество и попечение, тогда предлагает благовременный совет и увещание, оказавшись уже самыми делами достойными веры. Для чего же исцеленный пошел и объявил о нем иудеям? Он хотел, чтобы и они приняли истинные учения, а они за это возненавидели и гнали Иисуса, говорит евангелист. Теперь слушайте меня внимательно, так как здесь вся сущность дела. Посему гнали и Иисуса, так как это творил он в субботу. Посмотрим же, как он оправдывается, потому что способ его оправдания показывает нам, принадлежит ли он к числу подвластных или свободных, служащих или повелевающих. Действие его казалось величайшим беззаконием, и, собиравший некогда дрова в субботу, был побит камнями за то, что в субботу носил тяжести, числа 1532. В этом великом грехе и обвиняли Христа именно в том, что он нарушал субботу. Посмотрим же, просит ли он прощения, как раб и человек подвластный, или является как имеющий власть и самостоятельность, как владыка, стоящий выше закона и сам давший заповеди. Как же он оправдывается? Отец мой, говорит, доселе делает, и я делаю. Видишь ли его власть? Если бы он был ниже и меньше отца, то сказанное им служило бы не к оправданию, но к большему обвинению, тягчайшему осуждению. Если кто-нибудь делает то, что позволительно делать только тому, кто выше его, и потом, быв взят и подвергнут суду, говорит, так как это делал высший, то и я сделал. Тот не только не освобождает себя от вины таким способом оправдания, но подвергает себя еще большему обличению и осуждению, потому что братья за то, что выше собственного достоинства, свойственно высокомерие и гордости. Поэтому, если бы и Христос был ниже отца, то сказанное им служило бы не к оправданию, а к большему обвинению. Но так как он равен отцу, так и в его словах нет вины. Если хотите, я объясню сказанное мной примером. Носить бы границу и иметь на голове Диадиму позволительно только царю и никому другому. Итак, если бы кто-нибудь и стал появился в таком облачении, и потом, быв приведен в судилище, сказал, так как в это одеяние облекается царь, то и я облекаюсь, то он не только не избавился бы от обвинения, но таким способом оправдания подверг бы себя большему наказанию и мучению. Так же только царскому великодушию свойственно освобождать от наказания и мучения негоднейших людей, например, убийц, разбойников, грабителей, могил и других подобных преступников. Поэтому, если бы какой-нибудь судья отпустил осужденного без царского разрешения и бы в обвиняемом за это стал говорить, так как царь отпускает, то и я отпускаю, то этим способом оправдания он не только не избавился бы от наказания, но возбудил бы против себя еще больший гнев. И весьма справедливо. Несправедливо низшим как бы в опьянении присвоять себе власть высших и ее приводить в свое оправдание, потому что это великое оскорбление тем, которые верили им начальству. Поэтому низший никогда не будет оправдываться таким образом, а царь, облеченный одинаковым с ним достоинством, смело скажет это, потому что где одинаковая степень начальства, там по справедливости может быть и одинаковая власть. Если же кто-нибудь оказывается оправдывающимся таким образом, тот непременно должен иметь власть одинаковую с тем, чью власть он приписывает себе. Итак, если и Христос таким образом оправдывался перед иудеями, то этим он несомненно показал нам, что он имеет одинаковое достоинство с отцом. Применим, если угодно, приведенные примеры к словам Христа и к делу, которое он совершил. Пусть властное нарушение субботы будет то же, чтобы ограниться идиодимы, и отпущение виновных. Последнее позволительно только царю и никому из подданных. Если же кто откажется делающим то же самое и делающим справедливо, то несомненно, что и он царь. Так точно и здесь. Если Христос оказывается делающим это совластью и потом подвергается обвинению, ссылается на царь и говорит «Отец мой до ныне делает», то несомненно, что и он равен тому, кто делает это совластью. Потому что если бы не был равен ему, то не употребил бы такого способа оправдания. А чтобы вы еще яснее уразумели сказанное, вспомните, что и ученики его нарушали некогда субботу, срывая колось и съедая их в субботу. Теперь нарушил ее и сам он. Иудеи обвиняли их, обвиняли и его. Посмотрим же, как он оправдывает их и как самого себя, дабы из различия между тем и другим тебе уразуметь превосходство его оправдания. Как же оправдывал он учеников? Не читали ли вы, что сделал Давид, когда взалкал? Оправдывая рабов, он ссылается на подобного им, раба Давида. А оправдывая себя, возводит речь к Отцу. Отец мой делает, и я делаю. Но может быть кто-нибудь скажет, о какой деятельности говорит он, если после шести дней почил Бог от всех дел своих? О ежедневном промышлении, потому что Бог не только создал тварь, но и сохраняет свое создание. Укажешь ли ты на ангелов или архангелов, или на высшие силы, и вообще на все видимое и невидимое, все находится под его промышлением. Если бы стало вне его деятельности, то распалась бы, разрушилась бы и погибла бы. Итак, Христос, желая показать, что он промыслитель, а не предмет промышления, деятель, а не предмет деятельности, сказал, отец мой делает, и я делаю. Желая показать свое равенство с Отцом. 603. Помните же, и со всей ревности соблюдайте это, и любомудрие в жизни соединяйтесь с правотою догматов. Так я прежде увещевал вас, и теперь увещеваю, и не перестану увещевать. А жизнь и любомудрие ни от чего так не зависят, как от пребывания здесь. Как сухая земля, никем не поливаемая изобилой тернием и волчцами, а возделываемая руками земледельцев светет, красуется и приносит много плодов, так и душа, орошаемая божественными вещаниями, светет, красуется и приносит обильные плоды духа. А оставленная в засухе и пренебрежении, и редко получающая такое орошение, пустеется, зарастает травою и производит множество тернии греховного. А где тернии? Там драконы, змеи, скорпионы и вся сила дьявола. Если ты не веришь этим словам, то мы сравним отсутствующих и нас самих. И вы увидите тогда великое различие, или лучше посмотрим на самих себя. Каковы бываем мы, когда наслаждаемся божественным учением, и каковы, когда долго бываем лишены этого полезного учения? Не будем же терять свои пользы. Пребывание здесь есть источник всех благ. Выходя отсюда, и муж для жены кажется почтеннее, и жена для мужа милее, так как жену делает любезное не благообразие тела, но добродетель души. Не притирание и подкрашивание, не золото и драгоценная одежда, но целомудрие, кротость и постоянный страх Божий. Эта духовная красота нигде так успешно не развивается, как в этом дивном и божественном месте, где апостолы и пророки смывают, исправляют, стирают старость греха, наводят свет юности, уничтожают всякое пятно, всякий порог, всякую скверну нашей души. Постараемся же и мужи, и жены вселить в себя эту красоту. Телесную красоту и болезнь сушит, и продолжительность времени портит, и старость погашает, а наступившая смерть совершенно уничтожает. Напротив, душевную красоту не может разрушить ни время, ни болезнь, ни старость, ни смерть и ничто подобное, но она постоянно остается цветущую. Красота телесная часто возбуждает не воздержание в тех, кто взирает на нее, а красота душевная располагает самого Бога любить ее, как говорит и пророк, обращая речь к церкви, слушай, черь, и вишь, и преклони ухо твое, и забудь, народ твой, дом отца твоего, и вожелай, царь, красоты твоей. Итак, возлюбленные, чтобы нам сделать целлюбезными Богу, будем развивать эту красоту, ежедневно смывая всякую нечистоту чтением писаний, молитвами, милостынями, единомыслием друг с другом, чтобы царь, возлюбив наше душевное благообразие, удостоил нас Царства Небесного, которого досподобимся все мы благодатью и человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, с которым мы отцу вместе со Святым Духом слава ныне и всегда и во веки веков. Аминь.